Доброе утро, славучане! Сегодня у нас в гостях уважаемый человек, отвечающий за воду в нашем городе, руководитель водоканала Константин Жаляна. Итак, вопросы, которые вы прислали, а также вопросы и ответы от Константина. Константин, ну вот тут многие славучане говорят, что мы еще не знаем о новых тарифах, но они явно больше. Почему? Ну и тут перечисляют, даже одна женщина, в принципе, рассказала, о чем вы будете говорить, но почему тарифы стали дороже? Выконавчим комитетом Славуської и Минской Рады было принято решение 28.05.12 про установленные тарифы на послугу централизованного водопостачания и централизованного водоводведения. Эти тарифы предпочтают тариф на послугу централизованного водопостачания, он будет 24,6 гривня, и на центральное водоводведение 24,06. Для сравнения, скажем, что предыдущие тарифы, которые были утверждены в лютом-феврале 2019 года, тариф на воду для населения составлял 20,16 гривен, и на водоотведение 19,47. То есть повышение в районе 21%. Могу сказать, что повышение тарифа повязано строго с погашением убытков предыдущих периодов. Из-за неповышения тарифа, вернемся в историю, в 2019 году в марте месяце мы подали новый тариф на утверждение. Тариф должен был подняться порядка 25%. Он был не поднят по объективным причинам. Сначала проходило долгое согласование городских комиссий и с полкомом. Потом вступил в силу новый закон про жилищно-коммунальные услуги, который предусматривал ряд вещей. Вплоть до того, что появились новые типовые договора с коллективным, с обслуживанием внутридом домовых систем. В общем, поменялся полностью механизм. И уже с мая месяца 2019 года тариф этот был принять невозможно. Принять было можно, но применить было нельзя. Позиция, положение изменилось только в связи с подписанием президентом изменений, соответствующих в этот закон. Изменения были подписаны президентом в апреле месяце. Поэтому мы возобновили эту процедуру, подали уже этот тариф, который кем только угодно не рассматривался. И его в мае месяце приняли. Для примера могу сказать, что произошло за эти два года. За эти два года наше предприятие понесло, за два с половиной года, понесло убытков более 4 миллионов. Для примера по таким статьям, по основным, допустим, электроэнергия по факту 2018 года составила около 2,5 миллионов. На сегодняшний день, в 2021 году мы уже заплатим за электроэнергию 4,3 миллиона. То есть почти на 2 миллиона выросло за год потребления электроэнергии. С чем это связано? Во-первых, это связано с повышением самого непосредственного тарифа. Если в 2019 году мы электроэнергию покупали по 1,7 гривен, грубо говоря, сейчас по 3,2 и тариф плавает, постоянно меняется. Ну и самое большое, то есть в киловаттах мы не стали больше потреблять электроэнергии. Изменилось правило игры и исчез ночной тариф. Ночной тариф нам позволял поднимать для всего города, то есть насосное все оборудование работало ночью. Ночью мы платили за электроэнергию всего лишь 30% от тарифа. В 2019 году все это исчезло, появился тариф 3 гривны и без каких-то льгот. Соответственно, если в 2019 году ежемесячное потребление электроэнергии у нас состояло где-то порядка 165 тысяч гривен, то на сегодняшний день приходят счета в 350 тысяч гривен. Более даже чем в два раза. Поднялись цены на материалы, на работы, скажем так, химреагенты поднялись в цене процентов на 15. Увеличилась стоимость материалов. Все ходят в магазины, ни для кого не секрет, что за последние два года состоялся приличный рост цен на все группы товаров. Еще одна из самых основных и на самых весомых в нашей структуре тарифа – это заработная плата. Заработная плата формируется на основании чего? Есть глузовые отраслевые соглашения, на основании которых указаны четкие коэффициенты, какая должна быть зарплата по всем категориям персонала, водоканалов, теплокоммунэнерго. В общем, для всей коммунальной сферы. На сегодняшний день по заработной плате, скажем так, если взять нас и Чернигов, то мы отстаем процентов на 40 по заработной плате. У них межглузовые угоды все учтены, то есть они в соответствии с ними. Мы с нашим тарифом не можем этого делать. И с повышением этого тарифа мы это тоже не сможем делать. Максимум, что мы делаем, это мы производим индексацию согласно прожиточного минимума. Вся наша окладная часть считается от прожиточного минимума. С 2019 года прожиточный минимум вырос на 25%. И так же, как и минимальная зарплата, выросла почти на 50%, на 45%. Если она там была 4,200, сейчас 6%. И прожиточный минимум для процедатных тоже был в районе 1700, а сейчас 2400. В общем, поэтому нам на протяжении этих двух лет, вне зависимости от наших хотелок, мы поднимали эту зарплату то на 3,8, то и на 4, в зависимости от того, как увеличивался прожиточный минимум в стране. Потому что не повышать мы не имеем права, это уголовно наказуемо. Поэтому за эти два года заработная плата в зависимости с ростом прожиточного минимума была улучшена на 25%, а пересмотра тарифа нет. Ну вот это основные мазки, почему мы поднимаем тариф. Понятно, но это был самый основной вопрос от вас, дорогие телезрители. Понятно, но с другой стороны подъем, ну скажем, если сравнить с вывозом мусора, то в общем-то это вообще, я бы сказал, копейки и минимальное поднятие тарифа. Хотя все равно немножко больше. А теперь вопросы такие более конкретные. Да, скажем так, до 2017 года услуга поверки счетчиков входила в тариф и в наш тариф тоже. Потом поменялось законодательство, появился закон про коммертирный облик коммунальных послуг. И изначально в нем появилась эта норма. А потом уже была внесена эта же норма в закон про метрологию Украины. Поверку счетчиков этими двумя законами четко обозначено, что поверку счетчиков личных, поверку счетчиков квартирных осуществляется за счет владельцев таковых. Поэтому если эта норма закона изменится, мы обратно пересчитаем тариф, вернем и будем производить это за счет тарифа. На сегодняшний день, еще в 2017 году, в конце года, мы исключили поверку счетчиков из тарифа. Хорошо. Можно ли у вас вообще купить поверенный счетчик? И сколько времени, и сколько денег на это вы возьмете? Мы не занимаемся ни установкой счетчиков, ни установкой, ни продажей. Такой услуги у нас нет, потому что этим занимаются внутри, скажем так, домашние счетчики. Это внутридомовая система. Мы же занимаемся только внешними сетями. Счетчик обычно можно купить в любом строительном магазине. Стоит он самый простой, порядка 250 гривен. Они уже продаются поверенные. То есть рекомендация жителям, смотрите дату производства счетчика, потому что от этой даты считается количество срока до следующей поверки. То есть максимально пытайтесь покупать счетчики, в которых он произведен достаточно недавно. Ну, межповеречный интервал у разных счетчиков разный, но на данном этапе в среднем от 4 до 6 лет. Понятно. Неожиданно вопрос, видимо, от спортсменов. Питьевые фонтанчики будут в городе работать? Все, что зависело от водоканала, все, вода подведена, она единственное, что перекрыта в колодцах, как только владельцы таковых, там, КПУФКСТ и КПЖКЦ, как только дадут нам команду, мы с удовольствием включим, потому что это тоже потребление воды. За это вы тоже возьмете деньги? Конечно. Но снижители. А можно ли получить рассрочку, если накопились долги за воду и канализацию, и какие нужны документы? Документов особых не надо. Приходите к нам в наш центр обслуживания по адресу Киевский 10, со стороны аптеки у нас есть совместный СКПЖКХ центр обслуживания. С собой достаточно принести справку о доходах, о составе семьи, и мы заключим договор реструктуризации. Это позволяет законодательство, это обычная процедура, очень много слоучам пользуются. Тем и приходят, заключают договоры реструктуризации. Хорошо. Можете ли вы уменьшить затраты электроэнергии на доставку одного кубического метра воды? И что для этого надо? Ну, это, конечно, можно, но для этого необходимо завершить нашу реконструкцию водочистных сооружений. Проект давно есть, он состоял даже в перечне тех проектов, которые им собирался город делать за средства постройки ЦХАЯТ. Проект реконструкции. Проект реконструкции предусмотрел собой замену почти всей электротехнической части, замены 15 глубинных насосов, новые электрические шкафы, задвижки. В общем, если мы поменяем насосное оборудование на водочистных сооружениях, то мы сможем порядка 25% экономить. Вот, скажем так, замена насосного оборудования на современное, которое входило в один из этапов той реконструкции КОСА, на главной кондиционной насосной станции позволила нам экономить порядка 20%. На сегодняшний день очень устарелое оборудование на водочистных сооружениях, насосы на втором подъеме, которые толкают воду на город, им более 30 лет. Насосы на скважинах тоже украинского производства, это насосы бердянские, у них и малый срок эксплуатации, и достаточно мощное потребление электричества. Если удастся провести эту реконструкцию, мы ожидаем минимум 25% уменьшения потребления электроэнергии на водочистных. Ну и последний вопрос к вам, что робиться для того, чтобы в воде было меньше вапна? Насколько я понимаю, это известь. Вода у нас немножечко жестковата, по санитарным нормам верхняя граница жесткости воды это 7, у нас все лабораторные исследования показывают, что это в районе 5. По санитарным нормам мы полностью вписываемся под стандарты питьевой воды Украины. Но признаемся честно, стандарты, допустим, европейской качества воды, на которые пытается и украинская ассоциация тоже перейти со временем, у них норма жесткости воды 2. Если мы перейдем, есть уже даже, уже ознакомился, есть и законопроекты вообще уже в Верховной Раде находятся в переходе на стандарты воды европейского качества, тогда нам придется покупать систему смягчения воды. Она достаточно дорогая, она стоит несколько миллионов, но в любом случае, если эти новые нормы санитарные будут приняты по питьевой воды, мы никуда не денемся, будем просить у местной власти денег и ставить смягчение. Хорошо, спасибо. Итак, вы смотрели наше интервью с Константином Жаворяном, директором Слоутич Фудоканала. Ну, а на следующей неделе мы поговорим о тарифах на ОЖКХ. Спасибо большое, Константин. Спасибо. Спасибо.